Трепетные ощущения при встрече с мастерами искусств. Знаете, ну, сказать одним словом «счастье» не слишком верно. Радостно и требует ощущение, что ты являешься современником. Эти удивительные личности, потенциально любовными знаниями. Я почему вас говорю, ведь я принимал участие в тех сборных концертах, и были и вы, Игорь Борисович, Николай Николаевич Трофимов, Николай Сергеевич Монтов, Оля Владимировна Волкова. Хотя я вел эти концерты, потому что культуры все это было, понимаете? И поэтому, естественно, я много сказать не могу в личном отношении, но то, каковы они были на сцене и как воспринимали их кимик, это было ощущение неудоведного трепета, сколтного счастья. Все на одном дыхании, все были с ними. И чем, понимаете, что еще, чем отличаются такие концерты? Была изумительная культура речи, вы понимаете? А культура речи – это уважение к зрителям. Ведь Игорь заканчивал МХАТ в конце сорвину, в начале десятых, а я заканчивал эту школу в шестидесятых лет. Но у нас были разные мастера. Мастера – это Ольга Николаевна Андровская, Алексей Николаевич Римов, Анатолий Петрович Кторов. Вот если Анатолий Петрович Кторов – это был ФАТ, ну, вы понимаете, вот Игорь Борисович что-то воспринял от него, его так и называли «Аристократ ФАТ». Вы уже видите, какой он в фильмах, особенно в фильмах Опереда, «Ох, счастье, Татьяна Муховна», удивительный и неповторимый. И, наверное, в том и цель, что… Он мне тогда говорил, что вот в МХАТе шла в КПУ, «Талант дается людям даром, и потому зовется даром, дается даром и руда, а столько требует труда». Этот труд вот в таких мастерах мы не замечаем. Понимаете? Вот мне Алексей Николаевич Грибов говорил, он не терпел слово «игра». Играть можно в домино, в шашки, в бежки. Поплотить. И одним словом определить участие твое спектакль или кинофильм. Одним словом, твой образ. Находишь все. Анатолий Петрович, который мне говорил, «Найти верный тон» и подарил мне два аромата, которые он поет в спектакле, в фильме «Беспредавец». Помните? Там, «Пускай покинут без два фрата». И второй еще. Но сегодня я об этом… Понимаете, можно много рассказывать. Потому что, ну, к школам в ХАТах. У нас тут не те же мастера, только в разных аудиториях и прочих прочих. Но все равно воспоминания, они узнали, они живы. Это мастера легенды. То есть, ну, я не знаю, это не игра, это жизнь. Именно. Игра, слово здесь не подходит. А вот, естество, и беспредельная органичность существования в предполагаемых обстоятельствах. Вот. Это наша школа переживания. Ну, сейчас я вспомню Пушинское, что читал иногда Игорь Борисович. Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальной волны, прислушив берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Что в нем, забытый давно, в волнениях новых и мятежных, твоей душе не даст она воспоминаний чистых, нежных, но в день печали, в тишине произнеси его тоскуя. Скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я. Вот он живет в наших сердцах. Так что Игорь Борисович, я буду смеяться. Ну а сейчас, он любил один из романсов Александра Николаевича Вертинского. Я вам его напомню. Может быть, и что? Так, пожалуйста. Один из романсов, который тоже любил Игорь Борисович. Но я не помню их. Татьяна, вы, наверное, знаете свое дело. Пожалуйста. Добро пожаловать. Как хорошо без женщин и без фраз, без горьких слов и сладких поцелуев, без этих мил, слишком честных глаз, которые вам лгут и вас еще ревнут. Как хорошо без театральных сцен, без долгих благородных объяснений, без этих истерических изменений, без этих запоздалых сожалений. И как смешна нелепая игра, тем проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнеры ваши в школе радуют, а выход из игры уж невозможен. Как хорошо проснуться над вами в своем веселом, холостястом летнем. И знать тебе не нужно никому добавить отчеты, никому на свете. Как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простым шотландским виском, и улыбаясь вспоминать о том, что с этой дамы мы когда-то были близки. А чтобы проигрыш немного отыграть, все подробуй затеять. Блин невинный И этим так застрять Простое самолюбие мужчины и па!